Миром. 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 Это телечка в запасе. 25 дanzо-часто гости. Вот придумали же. Надо молиться за Тимофея Тимофея Мартина. Смотри за всем, Володя, чтобы не мимо шло. Считай. Бери сразу, знаете, где Псалпель. Может, послал, что он, как батюшка говорил, зашли и руки сложили. Считай. Боже милостью, будь не грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил. Господи, прости меня, грешник, помилуй. Достойно есть, а кого истинно блажите, Богородицу, пресноблаженную, пренепороченную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшую воистину, Серафим, безыспление Бога, Слова, Рожешу Исущую, Богородицу Тя, Венчая Ему. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертых Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причести Твоей, Аминь. Силы ищи снега, Животворящего Христа, Святых Ангелов Наших Хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, яко благослови, человек и полюбец. Аминь. Боже, милостив, будь мне грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчиславе согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй. За молитвы, Святых Отец Наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешным, яко не коли же благое сотвори их пред Тобою. Но избави от лукавой, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзнуста мои недостойно. Восхвалю имя Твое, Святой Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесную, утешителю души истинных, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись, Аминь, и очисти меня от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, Святые Крепкие, Святые Бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков они. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетились, или немощи нашей имени, по его ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков они. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днись, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажнякам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, силы и слава во веки. Аминь. Оставши от сна, припадаем тебе блажь, ангельскую песню, пьемте сильный. Свят, 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 если Божий, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на воздвигной, если Господи умой просвети и сердце, и уснимая, отверзивая, ежепетить и Святая Троица. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судия приедет, и к его же деянию обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божия. Богородица и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно Судия приедет, и к его же деянию обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, свят, святости Божия. Богородица и помилуй нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. От сна воста, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Ко многерой Твоя благость и долготерпение не прогнелся на мне лениво, и греш не пуглил меня со беззаконием моими. Но человеколюбствовал, если обычно, в нечаянии лежащие гавазирами, если воеже в утрените словословите державу Твою ныне, владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным. Воспевательцы, святое имя Твоя, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся, цареви нашему Богу, придите поклонимся Христу, цареви Богу нашему, придите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу, цареви и Богу нашему. Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов Твоих, под ноженок Твоих. Жизжал силы Твоей пошлет Господь Сиона, господствуй среди врагов Твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепие святыни. Ищи его прежде деницы, подобно России, рождение Твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник во век, починув Мелседека. Господь одеснует Тебя. Он в день гнева Твоего поразит царей. Совершит суд над народами, наполнит землю трупами. Сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет петь. И потому вознесет главу. Аллилуйя. Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Великие дела, Господи, вожделены для всех любящих онные. Дело Его слава и красота. И правда Его пребывает вовек. Памятными соделал Он чудеса Свои. Милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся Его. Вечно помнит завет Свой. Силу дел своих явил Он народу Своему. Чтобы дать им наследие язычников. Дело рук Его. Истина и суд. Все заповеди Его верны. Тверды на веки и веки. Основаны на истине и правоте. Избавление послал народу Своему. Заповедал на веки завет Свой. Свято и страшно имя Его. Начало мудрости. Страх Господень. Разум верно у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа. И крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семьи Его. Род право благословиться. Обилие и богатство в доме Его. И правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правом. Благо он и милосердь и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце Его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце Его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда Его пребывает вовеки. Рок Его вознесется во славе. Нищтиво увидит это и будет досадовать. Заскрежещит зубами своими и истает. Кожан。 Желание нещитивых погибнет. Слава отцу и сыну и Святому духу. И ныне и приснản, и вовеки веков Ами. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божиим. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божиим. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе Божиим. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресна, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой и Господь Иисус Христос, по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя, ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Ей многие щедроток и неизречены в милости, ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшийся, то верую спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо от дела доверяется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дела правдующих меня. Но эта вера да будет выше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника слава Твою Вечной, и да не похитит меня сатана и не похвалится. Слово, что отторг мне от Твоих руки ограды, но или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо Ты Бог мой, очрею матери моей. Спадал меня, Господи, возлюбить Тебя, теперь так же, как возлюбил тот Свой тайный грех, и чтобы снова потруиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потруился с Твоим Прещающиму. Особенно, притружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне, всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне хранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить мне себе преобладание от вас смертного тела. Возьми крепко несчастное и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. Осы, Ангел Божий, хранитель, покровитель бедного души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не продневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он любил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгонят мне смиренно у несчастного раба Твоего умения, забвения, неразумия, нерадения, удалясь и скверны, лукавы, и хульну помыслы закануя сердца, и помраченного ума моего, и погаси плавимые страстей, ибо я в Бог несчастье. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословят все роды, и пречистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Роман, Надежда, ибо мы усердно к Вам прибегаем к скорым помощникам, молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобой. Благословен ты в женах, и благословен плод, чрева Твоего. Я проделаюсь и Христа спасся, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щаснагожи, творящего креста Господне, не оставь меня грешным, уповающим на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твое, сохраняй крестом, Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, родителей, сродников, благодетелей, митрополита, Элла Реона, епископа Евтихи, Бениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антонием, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, 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 Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Авросия, Вадима, Засима, Алипия, Андрея, Максима, Владимир, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Иоанна, и весь священний Чискина, Чискичин, и высший истин служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и надо еще священника, если угодно тебе. Смири власти и воинства их, наведи страхи на них, и через них сотвори благое от церкви твоей, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Радогена, и сохрани их от покушения на них, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. И научи нас ценить это мирное время и приготовь великим и страшным испытаниям живущих на земле, о чем свидетельствует Священное Писание. Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла и в этот день. Защити нас и помилуй здесь в селении нашем от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там, Виктора, Андрея, Игоря, 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 Сиропина, Алексея, Иосифа, Романа, очень добрых жителей с детьми, знающими истину твою, любящими послушание заповедям твоим. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Расширь пределы наших общих, найденовые души, побудет всех на благовестие. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентину, Алексея, Валериянину, Валентину, Надежду, Дмитрия, 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 Олега, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия. И всех, с кем мы познакомились, по слову твоему. Возри на врагов, разруши их замысля, закрой лживые их уста, дабы не препятствовали благовестию. Обрати их на путь покаяния, и в судный день не вминим во грех и безумие. Благодетели наши, благослови, Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимир. И святей болящих, помоги, Господи, перенести им все с благодарением, не возрабтать, пошли им исцеление, Сергея, Алексея, Алексея, Надежда, и Акима, Виктора, Андрея, Александра, Александра, Андрея, Нианилу, Нианилу, Фаину, Экерину. И всем знаешь, Господи, укрепи на одре лежащих. Благодарю Тебя, Господи, за сей дивный день, который мы могли начать по Твоему благословению. Путешествующих, родительства, два отступников, Николая, Михаила, и всех их найди, обрати. И все наше родство, Идакея, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольну, Елену, Марию, Татьяну. И наше сокровище, сайт и форум, что есть здесь, сохрани для пользы многих людей, трудящихся, Игоря, Юрия, Дмитрия, Тимофея, Тимофея, Мартина, обрати нас, Абсамире, дар и добро и веру. Аллилуйя. Избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря. Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших, отец и братья наших, и же с верой, надежной на воскресение и жизнь вечную, отошедши от жизни сей, ибо нет человека на земле, который, живя, не согрешил бы. Родители, сродников, благодетелей и всех православных христиан, но представленных Олимпиаду Агапиана. Сотвори вечную память, вечный покой и сохрани наши сокровища книги пути и здесь для пользы и спасения многих душ. И обрати противящейся истины Александра Герману. Ты знаешь их, Господи, останови их безумия. Юлия и Герман, благослови тебе, Господи, слава. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава тебе, наш Бог и Его, воочи. Свят, свят, свят Господь Своего, вся земля полнославию. Аллилуйя. Слава Вышне Богу, на земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю тебе, Господи, за тот день, в который дал мне веру, в Тебя страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю тебе, Господи, за день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов. Иисусе, Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас, молитвами Твоего. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешен. Благодарю тебе, мой ангел, сколько лет ты хранил мне. Не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела и проведи душу мою по мытарствам. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн, креститель, предтеча Христову, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жите в бедности, имея пропитание и одежду. Быть благочестивым и довольным и каждому даруя жилье Сергею Гавриилу. Дабы нам никогда не роптать, не завидовать, но прославлять твое святое имя. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Молите Бога на святые пророки Божии, пророк Илья, Илисей, Инох, Моисеев, Самуил, Аарон, Иоавель, Ной, Иосиф, Патриархи, Ездра, Ниеми, Амос, Наумы, Саи, Иеремия, Варок, Иезеки, Иосия, Иаэль, Агей, Сапония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данил, Отрихи, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Иахал, Да исполнит Господь Духом пророческим Церковь свою, дабы день прихода Твое нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью, Аллилуйя, молите Бога на святые Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Сенебесная Сила, Престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр Фавел, Евангелисты, Матвей, Марк, Лука, Иоанн, святые мученики и мученицы, племент Римский, племент Анфильский, Анфимий, Камедийский, молите Бога на святые отцы Василия Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Василий Великий, всех, Могите, Ефрем, Серин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иоанн, Сергий Рядольский, Степан Пермский, Серафим, Саровский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, святые жены, Феопа, Первого мужчин, Сапатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матер София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магалина, Мария, Египетская, Прискила, Иакила, Андроний, Кьюни, Киприяна, Устина, Да дарует Господь послушание и молчание, Соломудрия и стыдливость, Женам и Девам, И сохрани их от всяческого поругания, Справь не покорилась Галина, Семейства Евгений, Надежда, 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 Светлана, Мария, Раиса, Марина, Юлия, Елена, Галина, Иоанна, И прими эту нашу молитву, И возди они рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом, Благодати Твоей, Господи, И соедини нашу молитву С молитвами всех святых, Молящимися Тебе на небе и на земле, Услыши, Господи, Исполни молитву всех, Молящихся о нас, Во благо нам, Услыши, Исполни нашу молитву о всех, Заповедавших нам молиться о них, Спаси их, Господи, И помилуй, Аллилуйя, Говори, Говори, Владыка, Господи, Слушайте, да слышит раб Твой. Аминь, Доброе утро, На долгое утро, Быстро вставим до места, Считаем сейчас, Новый Завет, Столкованием Блаженного Фепелла, Двина не дает согнуться, Двина не дает согнуться, Так, Говори, О... еще посмотреть будем обязательно хорошо готов только по-быстрому включая садись и смотри за цифрами господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 118 мы озвучим новый завет с толкованием блаженного фатилакта в нашем издании трех том не каждая книга 752 страницы я немножко покажу и дело в том что всегда когда издавали блаженного фатилакта то заканчивалась посланием к евреям с откровением никогда не было у нас с откровением и откровение занимает 434 страницы по всем святым отцам отец геннадий пост и кроме того мы лучшего иллюстратора библии густава даре раскрасили наши братья сестр работали больше года это 230 иллюстрации плюс 10 из классики так поехали посланник евреям 1034 ибо вы моим узом сострадали и расхищение имения вашего приняли с радостью знаю что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящие нового не видите расхищение имения приняли с радостью от они просто воры какие-то пришли а когда за то что они христиане и приходили все они забирали законы диоклетиана об этом говорили половина там в казну идет половина тебе и люди принимали с благодарением только скажи да господи прими это как милостыню ян златоус об этом говорит если в церкви во время моления тебя обокрали ты не вообще а воздай богу хвалу если ты зароптал смутился а дьявол этого как раз и добивался ему деньги то не нужны он еще сделает это но если ты скажешь господи прими это как милостыню он отскочит от тебя и больше не подойдет эти как просто рассуждает он ничего не запутываю расхищение имение а тут икону украли если у человека священники дорогие старинные иконы я не знаю в чем их ценность то ну прямо умирают столько же у них переживания вот там храм в мгу максим козлов почему-то татьяна святая должна охранять студентов блудниц этих и украли икону а там мощи в ней были цепями какими-то она была с цепочками как он говорит приковано вместе с цепочками утащили наверно а ян златоус об этом тоже и говорит и вот там столько переживаний нет конца до никакого переживания должно быть мы взяли ну было у меня книги там взяли ли украли евангелие да благодаря бога когда идете наоборот с собой сумку положите евангелие кто утащит сумку вырыдок на евангелие наткнется или в карман положи евангелие чтоб всегда с собой было пошли лукование считает никита колесников вы не только в своих страданиях не нуждались в утешении но и для других явились утешением свидетель чего я сказав между прочим как они были общниками других теперь снова говорит как они переносили и собственные свои скорби быть ограбленным это большое дело ибо вы ограблены были потому что уверовали конечно вы могли не уверовать приняли же обозначает добровольное терпение это что охотно избрали что же касается выражение с радостью то она приравнивает вас к апостолам кои возвратились радуясь что подвергались бесчестью за имя господня деяние 5 41 и это говорит вы делали с рассуждением с пониманием и с верой ибо вы знали что вы имеете лучшее и пребывающее имение негибнущее и нерасхищаемое как это евреям 10 35 итак не оставляйте упование вашего которому предстоит великое воздаяние толкование словом не оставляйте показывает что они еще не отпали однако нуждается и в подкреплении и в ограждении сказал же упование потому что они столько с терпением перенесшие ради бога имеет великое дерзновение ибо вы исповедники признавшие за лучшее иметь имение на небесах евреям 10 36 терпение нужно вам чтобы исполнив волю божию получить обещанное толкование вам не нужно ничего другого кроме одного терпения все прочее вы имеете и вам не нужно ничего прикладывать воля божия в том чтобы вы терпели до конца ибо претерпевший до конца спасется матфей 10 22 апостол же убеждает их в этом подобно тому как если кто видя что ротоборец поборов всех состязателей потом не дожидаясь замедливавших с наградами за победу хочет уйти не вынося жажды и зноя говорить ему исполни все подожди немного и получишь рынки поборись и ты с промедлением венков победи и ты это с терпением евреям 10 37 ибо еще немного очень немного и грядущий придет и не умедлит толкование приводит пророка авакума говорящего что судья близок с целью воздать если же и авакум тогда говорил еще немного очень немного и грядущий придет что ясно что теперь он еще ближе выражение совсем немного обозначает весьма непродолжительный промежуток времени евреям 10 38 праведный верой жив будет а если кто поколеблется не благоволит к тому душа моя толкование и так нужно веровать хотя мы будем и праведниками если же праведный поколеблется то есть подвергнется какому-нибудь сомнению и недоумению или поколеблется вместо придет в уныние под влиянием искушений то не благоволит то есть не радуется душа моя о нем чья душа божия по особенному способу выражения писания подобно как и в следующем месте праздники ваши ненавидит душа моя исаи 1 14 или душа христа и как буквально понимать сегодня мы можем сказать душа христа но когда говорится ветхом завете ненавидит душа моя что у душа есть что ли да нет конечно но нельзя по мужчинам уверен то дури одна я сегодня только высчитал одно выражение такое говорит самая мощная в мире организация самая распространенная самая многочисленная дураки у играет во всех организациях и где не пойдешь правительстве везде полно своих людей какую дурь не кинуть везде куда не пойди везде одни дураки говорит ничего не хотят знать ну и к ней я пристану к этой многочисленной группе а бог никого не любит кроме живущего с премудростью премудрый соломон говорит бог дал разум разбирать предложил тебе огонь и вода ничего не отняла избери жизнь и смерть благословение проклятия почему за проклятие это все хватается мудрость и дурость ну хвати мудрость время-то идет христа избери евреям 10 39 мы же не искалеблющихся на погибель но стоим в вере к спасению души толкование так как устрашил словами не благоволит душа моя то говорит что мы не из числа погибающих по причине колебания и впадения в малодушие или сомнения но из числа твердых в вере чтобы сохранить собственные души то есть приобрести сберечь и спасти ибо обладание приобретение и есть спасение евреям 11 1 ведь какое простое толкование обладание то есть обладать быть хозяином это есть приобретение спасением но там о спасении не говорится но нельзя так один стих вырвет и все блаженны нищие духом ибо их и старца небесно ну и все не надо ни веры во христа нет крещения блаженны нищие духом ну написано но написано в другом месте еще и написано если нету у человека возможности или что-то от один вопрос другое дело когда отрицает нам не просто дается воспоминание хлеб какой-то тела христово сектанты где его возьмут то когда священство нет литургии нет но написано блаженны нищие духом дальше уже нельзя отойди все запечатал грех один стих вырвать это что означает значит превратиться саддуке которые вырвали пять книг больше ничего не признавали сектанты только 66 даже сама цифра не настраивает на 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 больше а у православных библии 77 книг неужели не показано было взяли выбросили 11 книг в каждой организации хватает мне даже полковник который мое дело курировал никулин юрий михайлович когда мы не арестовали второй раз он пришел у меня книги приобретал здесь и говорит согласитесь игнатий тихо дураков то у нас у вас хватает когда посадили я пришел говорит он же на пенсии был кого вы сажаете человек такую пользу приносит ну а чё говорит сажать то некого надо показать что мы удела что в зарплату то платили так евреям 11 1 вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом толковании наконец апостол описывает нам веру говорят что она есть осуществление того чего еще нет и обоснование того что еще не наступило например воскресенье еще не наступило но вера утверждает это и ставит перед нашими глазами уверенность то есть показания обнаружение невидимого ибо она делает то что эти вещи созерцаются нашим умом как существующие и так если вера имеет такую силу зачем вы хотите на самом деле увидеть их чтобы отпасть от веры ведь это есть не что иное как отпадение того чем живы праведники ибо праведные верой жив будет авокум 24 римлянам 1 17 евреям 11 2 в ней свидетельствованы древние толкования то есть той же самой вере все древние были свидетельствованы богом они исповедали что почитали его евреям 11 3 верою познаем что веки 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 устроены словом божием так что из невидимого произошло видимое толкование так как веру поносят те кто не понимает силы ее кто говорит что она дело недоказанное и очевидно обман то показывает что величайшие дела совершаются верой а не рассуждениями ибо и на то что бог сотворил словом существующие из несуществующего какое доказательство есть у нас какое доказательство то чем можно доказать ничем ну написано веру то примени к этому и понимает так как понимать должно не как тебе вздумается понимать то где здесь определенно говорится вот верой ты этого не видишь ты этого не знаешь но ты поверь так написано так такого то где поверить то как я могу поверить был сократ или не был только по написанному но было ли иудейская волна я не видел бога я не видел так дальше примени это ты мы вообще ничего не видели кроме того что у нас под носом и поэтому что такое я себя рак классическое выражение это что ожидание невидимого дальше никакого одна только вера и так верой познаем что веки устроены словом божием то есть что веки словом божием совершились почему верой потому что видимое произошло из невидимого этого требует вера или так словом божием которым все существующие вызвано к бытию из несуществующего когда ты слышишь веки разумею все вечное обнимаемое ими а именно и времена и все содержащиеся в них в несобственном смысле веки означает и времена тогда как в собственном смысле век есть нечто иное чем время век один а немного их евреям 11 4 здесь нужно сказать что словом веки по-разному толкуется называют мир их мир и во временной форме когда уже они были есть доисторическая вечность и по историческая вечность начале сотворил бог там говорится вначале говорит словом как по-то поверить никак какое небо сотворил до откуда я знаю как он сотворил и все на как это из небытия бытия не знаем этого тогда ставят последний вопрос а откуда бог взялся откуда он вечен ну почему если я признаю бог вечен верой беру то мне больше ничего не надо объяснять бог сотворил сказал что раньше появилась курица и лесок курица курица закудахтала потом яйцо снесла он сотворил их из земли из воды там написано ну а как по-другому понимать никак если неверующие говорят что было от какой-то взрыв там из какой-то молекулы тогда галактики ну такая дурь даже даже дурью не назовешь одна была молекула невидимая и она взорвалась и космические пространстве и луна и солнце и все образовалось это такое сжатие было коллапс какой-то но в это верите верите ну и верьте а я верю что бог был и есть и никуда он не делся прими одно непонятно откуда бог что такое время и вечность это в боге все остальное стало на место не признавая это ты тоже верой будешь думать а вот так сотворил бог были миллиарды там какие-то динозавры и прочее евреем 11 4 верою авель принес богу жертву лучшую нежели каин ей получил свидетельство что он праведен как засвидетельствовал бог о дарах его ею он и по смерти говорить еще ну как угодно богу молитву исполнил его он приносил жертвы и сегодня как раз поэтому и видно ты молился и тебе бог дал силу такую укрепиться в этой вере по вере вашей горы сдвинуться какие горы люди которые неподвижные и господь касается от слова который через твои уста бог пропускает мы только сосуды ничего в наших словах неубедительность ничто не тронет толкование так как вера великое дело и требует мужественной души между тем верующие евреи стали немощны и хотя в начале они проявили веру но впоследствии под влиянием постоянных скорбей предали смолодушию то он ободряет их сначала собственным их подвигом затем писанием сказав праведной верой жив будет далее соображениями говоря вера же есть осуществление ожидаемого теперь ободряет их примерами великих ветхозаветных мужей ибо всякий раз как находит человек соучастников в страданиях то успокаивается и чувствует облегчение и так выводит авеля и говорит что он с верой принес жертву лучшую то есть более ценную сравнительно с жертвой брата ибо кого другого он видел перед собой отца или мать но они оскорбили бога брата но он не почтил его и так только одной верой он был приведен к тому чтобы принести в жертву лучше из того что имел веруя что получит награду ибо бог сказал каину если делаешь добро доброе то не поднимаешь ли лица где 4 1 обавили засвидетельствовал что и право принес так как принес даровавшему то что получил от него и право разделил потому что выбрал лучше к владыке как владыки говорят же что и огонь сошедший с неба истребил жертву из чего каин и узнал что авель был предпочтен а как иначе поэтому один из переводчиков с еврейского на греческий язык так передал господь призрел на жертвы авеля и воспламенил их бытие 4 4 сравнить то есть через ту самую веру говорить еще то есть вера произвела то что он еще ныне живет и поставила его для всех учителем едва только не говорящим подражайте мне люди и будучи праведным угождайте творцу и так говорит тем что его прославляет о нем проповедует о нем вспоминает как и небо говорит будучи только видимым ибо не столько действует слово сколько страдание его сказал же это для того чтобы показать малодушным что праведник и здесь в известной мере наслаждается почетом поэтому и вы будете наслаждаться в некоторых списках впрочем сказано говорит от себя но я думаю это неправильно евреем 11 5 веру енох переселен был так что не видел смерти и не стало его потому что бог переселил его ибо прежде переселения своего получил он свидетельство что угодил богу толкование он показал веру больше чем авель ибо то что случилось с авелем способно смутить потому что несмотря на праведность авелем было допущено чтобы он был убит братом ибо что такое если бы убийца был наказан какая от этого польза убитому уже и так великую веру он показал уверовал что если и не ныне то в будущем веке бог воздоятель и ею угодил богу и угодив переселен и так веру и переселен то есть вера который он угодил переселила его смотри как через завеля бог показал что определение его о смерти истинно через еноха же снова показал что это определение временно и будет уничтожена и так что он живым был переселен и что теперь еще живет мы знаем но где или как неизвестно так как писание не сказано об этом вот это надо помнить чего библии нет а то не рассуждаем зачем вы думаете дальше остальное бог дал мир исследуя его смотри и биологии космос и все остальное бог дал разум теперь познавай евреям 11 6 а без веры угодить богу невозможно ибо надобно чтобы приходящий к богу веровал что он есть и ищущим его воздает полкование если кто не уверует что есть воздаяние добрым и злым тот не угодит ибо как может кто-нибудь идти трудным путем добродетели не будучи убежден в том что в будущем веке есть разнообразные и постоянные воздаяния слушай дальнейшее то что бог есть и что он воздает это мы содержим по вере ибо некоторые утверждают что все существующее существует само собой а что такое по существу это совершенно непостижимо для здравомыслящих что значит ищущим его то есть тем кто старается жизни угодить ему они тем но слишком занимается внешней мудростью обрати внимание на мудрость павла как он повсюду добавляет воздает ради молодушия верующих евреев евреем 11 7 верою ной получив откровение о том что еще не было видимо благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере полкования но и говорит получил откровение от бога то есть был научен относительно неизвестных дел и не остался неверующим напротив хотя воздух был чист все предавали снеге и не ожидали никакой опасности ибо и не было заметно ничего такого однако он поверив богу убоялся потопа и приготовил ковчег посредством которого спас от потопа всех своих домашних бытие 6 22 заметь что обещает бог то предрекает и дух как сказано о симеоне ему было обещано духом святым лука 2 26 и так дух бог ею осудил он весь мир то есть показал что недостойны наказания так как они даже и видя что строился в это время ковчег не пришли в чувства или не поверили что будет потоп он получил ту пользу что явился праведным пред богом каковое имя праведности даровала ему вера евреям 11 8 верою авраам повиновался призванию идти в страну которую имел получить в наследие и пошел не зная куда идет толкование так как верующие из евреев смотрели на него и прочих патриархов как на получивших бесчисленное благо то он намерен показать что никто еще ничего не получил поэтому говорит что верою авраам повиновался получив повеление оставить отечество ибо кого он знал кому бы мог подражать отец у него был идолопоклонник пророков он не слыхал поэтому повиноваться богу как говорящему истину о том что он обетовал и покинуть то чем он владел было с его стороны делом веры хотя бы даже он и знал кто побудил его оставив готовое искать то что не готово и но он не знал какова вообще то земля в которую он призывается евреям 11 9 верою обитал он на земле обетованной как на чужой и жил шатрах с исааком и иаковом с наследниками того же обетования полкования ту землю говорит которую бог обетовал даровать ему есть и семени его он населил как чужую в каком смысле чужую ибо он купил и могилу для старой бытии 23 4 и однако не усомнился и не сказал солгал бог но уверовал что обетовавший без сомнения дарует ее он населил землю настолько ему чужую что не имел даже собственного дома но жил шатрах что свойственно пришельцам кои не имея собственного участка переходит с одного места на другое и исаак и иаков говорит жили на ней также как на чужой исааку завидовали филистимляне и и слуги вимелеха отняли у него колодцы и его жену и потом он переходил с одного места на другое бытие глава 26 я как же не только был гоним со страхом предысавом но и на обратном пути из месопотамии купил место где поставил палатку и это переходил десиль то в ефрафу не останавливаясь на одном месте как пришелец бытие глава 35 между тем и они были наследниками обетования как их отец ибо сказано дам тебе потомкам твоим землю бытие 17 8 однако они не были неверующими евреям 11 10 ибо он ожидал города имеющего основания которого художник и строитель бог толкование потому говорит на земле той и поселились в палатках не имеющих основания что ожидали небесного града с истинными основаниями всегда твердыми и никогда не гибнущими почему и бог видя что они презирают обетование земных благ отложил их уготовляя им лучшее как достойными таких они земных потом они получив земное обетование пренебрегали им и стремились к небесному вы же верующие получив обетование небесном желаете земного и как вам не стыдно какая похвала этому городу это настолько возвышенно ты в них не смысл-то как а вы земное хватаете как вам не стыдно а то говорит они говорили так он стыдит их как я не вижу тут людей храме я вижу стадо лошадей разговорами кучи навоза принесли сюда вот это речь а стоят а перед ним богатые были люди разные евреем 11 11 верою и сама сара будучи неплодна получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила ибо знала что верен обещавший толкование словами и сама сара апостол пристыжает их как бы так говоря женщина уверовала и неужели вы не устыдитесь если окажетесь малодушнее женщины как же уверовала та которая засмеялась до уверовала хотя рассмеялась его потом будущая влечена она устрашилась что было плодом веры ибо ясно что она уверовала что беседующий с ней есть кто-то великий и выше человека там не написано что она уверовала а вот почему говорит и она устрашилась вот это и есть что ее вера а не написано отойди от него то есть он ничего уже не знает и не будет знать не написано но из написано что уже и оттуда вывод делается а как это известно и увидел богачь лазаря только и всего я надо то уж говорит кто видит видит тот кто в темноте находится виде того кто во свете окно ну откроет шторок ты тебя будут видеть а ты в темноте него ни одного не видишь и отсюда вывод какой а вывод такой что этот находился во свете а богачь во тьме вот и вывод я подумал и действительно это так а далее то у них пусть придет и скажет вот кто-то воскрес бы сказала вот у них есть законы пророки то есть у них есть библия если кто из мертвых воскрес не поверят поэтому знать верить библии это намного больше чем каждый день вы приходили покойники воскресшие они не поверят люди объясняют это похоже на него или такой или двойник или с пластической операции что угодно можно сказать надо верить так как говорит священное писание и толкует святые отцы они сектанты то есть она получила способность восприятию и удержание в себе семени авраама или так как люди тщательно из изучившие это говорят что и женщина вносит от себя как бы некое семя то ни в каком случае так не должно было быть понятно выражение приятию семени то есть как будто и сама сара дала семя выше сказал что была бесплодна теперь говорит что и не по времени возраста родила и так у нее был двояки недостаток один от природы была бесплодна другой от старости верен то есть читала истинным ибо он обещал буду я у тебя в следующем году и у сары будет сын бытие 18 14 евреям 11 12 и потому от одного ибо притом омертвелого родилось так много как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском толкование вера совершила не только то что она родила но и столько родила сколько не родят и плодовитые жены таким образом два чуда в каком же смысле они были бесчисленными ведь они часто были исчисляемы или это сказано преувеличено по обычаю писания как например мы видели города достигающие даже до неба никаких городов таких не было это преувеличение нет ну написано но нельзя таким быть дубовым то написано да написано вот он поясняет это преувеличено чтобы больше поверили на база гиперполизация гипербола выражение и сам начинает человек толковать а написано да бог сказал написано но ты это написанное там а это не дано людям познать не дано скажем в его время было не дано авраам а тут такие из идут исследования везде все и откуда бы мы знали какие есть птицы звери что на земле озера с точностью до одного сантиметра вымерено все времена меняются и гантон не слышал сегодня на край земли можно позвонить и услышать и увидеть и говорить тогда этого невозможно было ни один святой не знал это но нельзя давить туда потому что дух святой трудится и в каждый век каждый год каждый день что-то отмерено богом новое открытие все на этом сейчас следующую будем по два ролика по полчаса еще не пойму как же так куда делась интересно сейчас найдем что же это такое да да интересно даже очень куда у меня от колосин то все оторвалось теперь как вот так вот сделать если не сохранить изменений когда все эти которые я раскрашивал погибнут оторвал это веди насколько правильная вера же у тебя солью это где куда делась что делать но остальное то где колоссин вот она колоссином которые мы вели и куда остальное делась исчезла что остальное но остальное то остальное это насчитывали то и нету нигде кремлянам ответ я не надо смотреть файлы ездили или нет книги наша и выслать это много уже здесь надо освободить ее нету ничего вообще такого не было никогда я уничтожаю здесь очистить пустая куда же это делось то все покажите что пропало то ну давай открою еще раз вот мой водка дальше то некуда бегунок то уперся вот там что пропало все что сколосин начали считать еще не туда этого оторвало где дальше так страниц это какая осталось остановится нигде нету но даже ну вот я закройте не сохраняем сохраняя тогда я иногда сохранял до этого-то но не сохранять дает тогда все мои шоек расскажу пропали но теперь снова откроем ничего нету ничего удалили может куда я удалил был ее чего бы я ради удалял то я в это время не удаляю только вместо описания раскрашиваю все текст удаляю них а она что-то дальше начало прыгать дергать вот это да какая потеря большая нюхи дали римлянам колоссиным лагерстан еще нету но еще нету нигде вот это да брякнуло не зря я вот это колоссиным и прочее деяние было копию делал теперь еще где-то искать надо где искать просто нету потому что тут я сохранил а теперь теперь нету 119 это я могу еще сделать остальные это у меня ушли и теперь никак не восстановить вот это дело а как она могла да как бы я ее удалил то сам наделить я нигде не нажимал и потягивал на это да а в порте ищите колоссиным ворди да так она в третьем томе колоссиным 3 тома начинается до у меня есть разделение было какой ролик с какого начинается там-то у него впереди то сколько было материал то это теперь конечно у нас есть по частям то мы его вставляем а сегодня мы начали с какого места надо найти новости нам-то начинается с третьего тома а сегодня второго чего вы в 3 том-то зайдите в морду да там еще это не даст 3 там сегодня начальным утром насчитывать с какого места писания сегодня на крике там найди меня только вот это нужно остановить вот еще до божья или какое понятно ну ка ну вот по расхищение имущество было 1034 вот какое было место писание если 34 евреем что 1034 1034 вот уже что-то у нас есть если 34 но сейчас евреем 1113 евреем 1113 а теперь мы его сдвигаем 1113 так 1113 нет это она не сюда зашло по минусе 1313 конец документа дальше еще нету а потому что я же сейчас сохранить без сохранения закрыл то я не все это у меня все эти знаки все ты еще знать это еще не сколько я работал по его все эти дни целый месяц у нас все пропало месячная работа как это объяснить никак но все тогда я сейчас это идет какой номер у меня здесь номер то какой сейчас у нас 119 119 а серра заканчиваем вот уже ничего не сделаешь 119 правильным еще у нас все во славу божию поехали господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 119 мы насчитываем новый завист толкованием блаженного фетилакта и комментариями вот у нас это наше издание трехтонник толкование вместе с откровением я на богослова это настолько редко то есть впервые за 2000 лет вышел полный комплект в одном чтобы с откровением таким обширным и плюс здесь у нас раскраска тоже очень важно показать гестава даре 230 иллюстраций по 80 иллюстраций 10 из классики все поехали считает никита колесников евреям 11 13 сессии умерли в вере не получил обетований а только издали видели оные и радовались и говорили о себе что они странники и пришельцы на земле толкование здесь возникает два вопроса как апостол сказав о енохе что он переселен был так что не видел смерти переселен 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 был так что не видел смерти теперь говорит сессии умерли и еще как он сказал теперь не получил обетование хотя сказал что авель говорит еще силу того что всеми прославляется и что енох переселен был что мой получил награду будучи спасен с домом своим и будучи назван праведным и что авраам родил сына от сары поэтому слова все сессии умерли понимай в таком смысле те которые умерли исключая разумеется не видевших смерти вот он написано и говорит ныне явль говорит еще где он говорит то когда его никто не видел не слышал написано ничего нету как он говорит вот написано говорит они где он ничего не говорит а так говорит что и сегодня принесение жертв от всего сердца бог приемлет и бог принимает эту жертву вот что значит говорит-то? А написано говорит. Ничего он не говорит. Дела его говорят. Отклики. Вот когда смотришь Иуда Бенгур, фильм такой есть. И там уже на каторге, уже все, на галерах и череписа все еще падает. Из-за чего посадили? Она все еще падает. И поэтому пророки говорят сегодня. Хотя нигде ничего не говорят. Только написано. А Авеля у него вообще написано вне. Только о нем упомянули. Нельзя буквально понимать. Буквально понимать, значит ничего не понимать. Дуря одна выйдет. Дальше. Не получив обетований, справедливо сказано о всех. Ибо не одними только этими благами щедродатель Бог наградил за великие подвиги веры. Авеля тем, что он в славе у людей, Еноха переселением, Ноя спасением от потопа, Авраама деторождением. Напротив, ясно, что это только предвкушение и залог истинных благ, которые предварительно подавались святым ради нас, малодушных, чтобы на основании этих мы верили и истинным благам. Но им же уготовано нечто великое, что и на сердце человеку не приходило, чего они еще не получили. Как и Господь говорит в Евангелии, что отрекшиеся всего в нынешние веки получат во сто крат, о будущем наследует жизнь вечную. Матфея 19, 29. Здесь апостол дает понять, что они и видели, и радовались, то есть предчувствовали тайны о Царстве Небесном, о воскресении и незреченных благах. Метафора, взятая из жизни мореплавателей. Видишь, какая метафора из жизни мореплавателей. Это все надо знать. Это в 11 веке блаженоперпелак говорит. А тут в 21 веке уперлись куда-то, непонятно, доисторических, говорит, каких-то динозавров ищут. Метафора. Буквально нельзя это понимать. И взятая из жизни мореплавателей. Вот от знания писания. Вот сын человеческий, Александр Мень пишет. Целая книга. Там ничего уже, все сказано. И интересно считать ее. Почему он многое знает. Какая была погода, какая растительность. Слава Иисусу Христу. Вот так. Пошли. Здесь апостолы дают понять, что они и видели, и радовались, то есть предчувствовали тайное Царствие Небесное. О воскресении и незреченных благах. Метафора, взятая из жизни мореплавателей, которые издалека завидев желанные города, прежде чем войти в них, предварительно обращаются к ним с приветствием и уже считают их своими. Или разумеет и потомков Авраама, что они не получили обетования относительно земли, но издалека предвидели их за четыре рода ранее, именно что потомки выйдя из Египта сделаются наследниками этих обетований. Но это толкование, как относящиеся только к потомкам Авраама, не стоит в связи словами всей сии, не только на обетованной земле, но и на всей вселенной. Поэтому и не подобало получить ее. Они были достойны не ее, а неба. Потомки же их получили ее, ибо они были достойными земли. Я у вас пришелец и поселенец Бтия 23.4 говорил Авраам сын Амхетовым. Но они и все были таковы, как свидетельствует Давид. Странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Псалом 38.13 Евреям 11.14.16 Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Толкование. Называя, говорит, самих себя странниками, показывают, что они ищут Отечество. Вот тебе патриотизм и Отечество. Итак, посмотрим, какого ищут Отечество. Земного ли которое оставили, как Авраам и Сапотамию? Но ему можно было возвратиться туда. А так как он не возвратился, то ясно, что он не о ней вспомнил. И не она была для него Отечеством, но желал иного, лучшего Отечества, то есть небесного, в который еще не имел времени войти. В силу такой добродетели, говорит, они являются настолько великими пред Богом, что он, будучи Богом всего мира невидимого и видимого, не стыдится называть себя особо их Богом. Исход 3.15 так как они являются равноценными всей твари или лучше. Бог называется Богом видимого мира, как Творец и Господь. Поэтому он Бог и языческих народов. А для них он как друг, что важнее. Он настолько не стыдится их, что считает их своими, что приготовил им город, которого они желали, город на небесах. Интересно. Вот когда говорят в Новом Завете, кто обратился, теперь он старается обратить семью своих, родных. Это закон такой. Священники ставить, канун говорит, пока родных не сделаешь верующими. А у Враама этого не было. Ушел и не обернулся назад. Почему? А благой вести-то не было. Еще бы он вернулся. Ну что бы им сказал, что баранов не всех надо в котел, а кое-что сжечь. Больше он еще там речь идет. И поэтому накладывать на него иго, которое у нас никак нельзя. Он не слышал и не знал. Для него важно было оторвать корни. И теперь он все время только это насаждал. Так, если разбираться по-человечески, по сегодняшним меркам, демократия или радикализм, они выше. Не верят, ни то, не туда ведет. Ну еще. Теперь снова референдум и возвратимся в Египет. Ничего подобного. А что он сказал? Он не знал Моисея, как убедить. Но твои евреи, по-еврейски говори им как-то. Не стал говорить ни одного слова. Кто Господень ко мне? А кто Господень? Левее колено. Левее на. Люди, которые посвящены Богу. И что он дальше? Замечи, по шатрам, найти, кто хотел вернуться. 3800 зарезали сразу. Мы даже вообразить не можем этот ужас. Вот в фильме Моисея показывал, он стоит головой, поворачивает, такие глаза страшные у него, испуганные. И там крики, жены, дети выскакивают. А те, которые хотели вернуться, они может за столом сидели уже. Хотели-то вернуться, пока Моисей на горе был. Картину дальше разведи. И вот режиссер в фильме все это показал. Ну кто же так делает? Да это ИГИЛ. Никто так не делает. Как-то маленько допросят. Ничего нету. И поэтому мечом прорубаются только Моисей и Мухаммад. Они один другого стоят. Вот там будто откровение от Бога было. Перед тобой народы пришли, там живут беспечные, городов нет. То есть такая была мирная обстановка, как Коста-Рика. Вообще пришли докладывать, а там люди беспечные живут, у них охрана не выставлено, сигнализации нигде нету. За мечи. Все, всех уничтожить. Ну, кому непонятно, если это не верит, что это Бог и Его, какого-то чудовища у вас, какой Бог-то? Об этом и говорят. Он Бог ваш кровожадный. И говорят-то, имея основание, без веры, а с верой мы знаем, так повелел владыка. Для Бога важно душу спасти, а они не думают об этом. вон их жали шершнями, а теперь пришли люди с мечами. И они срочно начали ассамблеи собирать, собирать Европейский Союз образовывать, погубить надо зародыши все это. И тут-то было. Да он же умел как-то, не знаю, говорит, мечом видел, прям на него махнул, там меч куда-то в сторону не попал в взрыве тянина. Стрелу пустил, она прям до него долетела, повернула и куда-то образно примерно вот так. Сражение идет, тысяча убивает, ни одного раненого израильтян нету. Ну как это, там же были бойцы, свой ОМОН, свои спец отряды, ничего не помогло, от Бога. И поэтому мы изобрели новое оружие, там ничего не поможет. Бог сделает так, что не Китай придет, там миллиардные армии, а свои рядом, какая-нибудь Белоруссия, Украина, и начнут свое дело делать. Мы не знаем как. Мы знаем только так. Маленький пастушонок, он сродил Голиапа. Вот это нам пример. Поехали. Евреям 11, 17, 18. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Когда говорят безбожники, вот что требуют. Тут было, баптистов судили, они в жертву детей приносят, в пол там когда подняли, баптистов в дом отняли, и там нашли там 18 трупиков где-то. Ни одного не показали никому. Да не у нас, вы у себя делаете 18 тысяч абортов каждый день, а у баптистов не делают аборты. Это все в печати местной было-то. А они нашли у них. Нашли. Ну нашли, так покажите. Хотя бы где-то. Полы вскрыть, конечно, это можно. Выдергу, найди, да и отрывай. Почему? Клевета. И здесь о чем, говорит, принес жертву. А почему принесли? Так у них, говорит, написано так. В жертву надо приносить детей. Ну где-то действительно так было. Ну можно это событие было как-то убрать, когда уже люди-то вначале начинают веровать и говорят, и правду в Библии написано. Я не знал, вот стала верующей. Я сказал, да разве Бог может требовать жертву? А ты, говорит, в Библии-то знаешь, я считаю ее, я люблю. Ну считай, вот евреям 11 глава. Так ты просчитай сначала, откуда это взято. Вот ведь и есть 17 глава, а ты только 17 стих 11 главы к евреям смотришь. Посмотри, она просчитала и правду приходит и спрашивает, да как же так? Ну у меня дети, так что, жертву приносить будут? Не будут, а не для Бога жертву. Это образно. Так он не зарезал же, не зарезал. Ну он-то донес. Он думал зарезать. Он знал, что я сейчас зарежу, и сейчас Бог его воскресит, он засмеется и побежит. Вот с верой-то почему? Он силен был его воскресить. Он не то, что, так мне же обитовано в нем потомство, я зарежу, что будет? Голос говорил какой-то, может, контактером стал. Вера была. А эту веру он не мог передать никому из своих родственников. Она дана была ему. Это тоже из фильма Авраам, и как первый раз он голос слышит, там его несло рекой, где-то он лежит. Это тоже очень сильно показано. Время последнее открывает больше доказательств никаких. В сегодняшней мерке все это религия крови еврейская, а мы на ней основываем свое. Да, и мы даже согласитесь. Согласитесь, как было, все в крови было. Ну, докажи, мои Илья, докажи, что Бог Саваоп это лучше, чем Ваал. Еще доказывать. Хватайте их. Первое, что он крикнул, хватайте, пока не убежали. И началась рубиловка. 850 голов. На сегодня ни один ИГИЛ этого не делает. Там трех-четырех зарежут и все. И это нам преподносится как нормальное. Да, мы-то нормальные после этого или нет. Но верой мы должны победить. Да, нормально. Потому что Библия священная книга, Богом данная. И враг убил, он мог жизни вообще не дать бы. И никто бы не удивлялся. Не создав этот мир, и никто бы не удивлялся. Мы должны мыслить категориями священного писания. Не слушать, что сатана навевает. Хотя безбожьи исследуют, а они правильно говорят. Вы сами подумайте, что Бог требует. Не народ, это геноцид. Семь народов. Под корень. Никого не оставлять. Но Бог говорит, они оставили их, и теперь эти люди стали сетью для них. А вы сами виноваты. Я вам сказал до одного, а женщины беременные пополам разрубайте. Даже Гитлер не делал никогда. Но если мы начинаем считать дальше, Давыд, как? Сколько взяли в плен? Пять тысяч. Так, разделите на пять. Первая тысяча, бросайте их, заведите в ищелье вниз, летят все мертвые. эти положить, чтобы лежали. А теперь молотильными, то есть танками проехать по ним надо. Так, еще тысяча в печь сжигать. Да, это не геноцид? Нет, это от Бога. Это мы берем, да Давид, да какой же он после этого право с нам-то? А вот если ты действительно так говоришь, не веришь, что за это ответишь. Бог положил ему на сердце. Ну, убил бы там или что-то. Зачем ему вот этот садизм-то, мазохизм-то нужен был? Других слов на это нет. Геноцид самый настоящий был. Евреи об этом не говорят, что они на геноциде выросли, но они-то верят по Библии, и поэтому они поступили правильно. И это что у вас? Двойной стандарт? Да, двойной. В данном случае, да. По-другому никак нельзя. Но не это у нас написано в нашей священной книге. Ну, мы должны сказать, что дана только одна, Ветхий Завет и по нему. И другого пророка Бог возникнет. Говорится о Христе ни о ком другом. Пошли. Евреям 11, 17, 18. Толкование. Выше всех по вере Авраам, ибо здесь вступила в борьбу с божественным повелением не только природа, но и Слово Божие. Ибо кто сказал, дам тебе и потолком твоим землю, в тот же повелевает, принеси во все сожжение сына твоего. Бытие 22, 2. Поэтому говорится, что Авраам искушаем, не потому что Бог имел нужду испытать добродетель его, но чтобы мы этим испытанием и делами научились добродетели его. Заметь же, что искушение настолько полезное, что Бог не только другим попускает причинять их верующим, но и сам искушает, чтобы явить их более опытными. Вот понятно, Бог никого не искушает, написано, злом не искушает, а убить ребенка это не зло? Читаем проверить не можем, но бывает женщина услышала какой-то голос, и ребенка зарезала, а мне повеление было как Аврааму, но Авраам то не зарезал, почему ты не договариваешь? Может быть и было где-то, но в Барнауле не было этого, я определенно знаю, это клеветники говорили на баптистах, у них по 18 детей даже, ох какие, убивали бы они. Евреям 11, 19, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему получил его преноменование, толкование, достойно удивления то, что он, не имея другого сына, на котором мог бы ожидать исполнения обетования, но имея только одного, однако принес его в жертву. Он не принес его, намерением принес, опять же, написано принес, написано, то есть перед Богом он принес, а перед людьми не принес. Почему же по великой вере, ибо он веровал, что Бог силен, и после заклания его, воскреси его из мертвых, исполнит обетование, и через него ожившего умножит семя. А, так. В каком же смысле Исаак был единородным, когда у него был еще и Измаил, но что касается обетования, то он был единородным, ибо он и был в собственном смысле семенем, ибо Исааке наречется тебе семя, бытие 21-12 что значит предзнаменование, то есть в образ показания тайны, относящиеся ко Христу, ибо как тогда Исаак был оставлен, овен же был заклан, так один Христос, будучи в одно и в то же время Богом и человеком, по человечеству был принесен в жертву за нас, божественная сущность же осталась непричастной страданию, вообще же Авраам был образом Бога Отца, Исаак Сына Божия, так как Бог по своему великому человеколюбию решил совершить это великое и превосходящее разум таинство, отдать Сына Своего за нас, то и желал даровать это, не как собственный свой дар, но как бы отплатить долг, говоря при этом как бы следующее, я ничего нового не даю человеческому естеству, принося за него в жертву Сына Своего, ибо Авраам принес Сына Своего, чтобы для меня закладь его, почему я возвращаю долг, а не дар даю, или в предназнаменование, то есть в овне Авраам принес Исаака в жертву, то есть заменил овном, который был образом Исаака, то есть заклон был, изображавший собой Исаака. Евреям 11-20 Веруя в будущее, Исаак благословил Иакова и Исаава. Толкование Как он мог бы обещать сыновьям Своим столько благ, сам живя на чужой земле, если бы он не веровал, что Бог дарует обетованное? Что значит в будущее или в благо будущего века, ибо они знали о воскресении, и для них понятны были эти благословения, или в благо на этой земле, которое имели получить они сами, или потомки их? Предпочитают же Иакова Исааву как добродетельного, как получившего права первородства и во всем достойного предпочтения. Евреям 11, 21 Веру Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего толкования. Сыновья Иосифа, Монасия и Ефрем, и хотя Монасия был старше, Ефрем же младше, однако Иаков благословил Ефрема более великими благословениями и краснообразным возложением рук и так сильно верил, что сбудутся его благословения и Калина Ефремова будет господствовать, что и самим жезлом показал. Ибо поклонился Иосифу знаменованием поклонения всего народа. Как же поклонился наверх жезла своего, то есть опершись на жезл по причине старости? Некоторые говорят поклонился наверх жезла Иосифа, знаменуя через жезл скипетр царствования, долженствующий быть предмет поклонения. Евреям 11.22 Заметь, он одно толкование говорит, но иногда говорят вот так. Он не отрицает того, берет и это. Оно не противоречит одно другому. Но когда явно противоречие, он говорит нет, это неверно. Но даже неверное приводит, было такое мнение. Евреям 11.22 Вера Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих толкования. До такой степени говорит веровал, что израильтяне будут освобождены из Египта, что даже заповедовал им склятвы, чтобы они вынесли с собой кости его. Бытие 50.25 А и сделал это не потому, что заботился о могиле. Он, как весьма мудрый, знал, что Господня земля. Псалом 23.1 Но чтобы внушить народу полную уверенность, что обетование Божие во всяком случае и что не выйдут из Египта. А чтобы они не оставались в Египте по причине тамошнего нечестия, это так угодно Богу, что и Ему самому не хотелось сложить костей своих в Египте. Евреям 11.23 Верой Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления, толкования. Перечислия великих мужей при помощи веры, совершивших свои подвиги, говорит и о родителях Моисея, людях неизвестных, ободряя тех, малодушных тем, что даже второстепенные дела таких людей имеют значение. Далее выставляет на вид даже блудниц, чтобы еще более пристыдить их. И так, ради чего скрыли трехмесячного ребенка, и при том, вопреки повеления убивать детей мужеского пола, как не убоялись. Ясно, они веровали, что он будет спасен. Почему же они веровали, что он будет спасен? Потому что видели они, что дитя прекрасно, то есть красиво, привлекательно на вид, и уверовали, что Бог возлюбил его прямо с пеленок. Они, как говорят, и намеревались бросить его, но когда дитя мило улыбнулось, оставили его. Так у него было все божественно. Евреям 11, 24, 25. Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Толкование. Ну, допустим, говорит, дитя было прекрасно, мы знаем, а как, что улыбнулось, нигде не написано. Откуда брали? Свои предания у них было. По преданию говорят, что у пророка Ильи, когда он родился, отец-то был на вах, и ребенка, когда однажды они в люльке-то положили, видят, пришел ангел, и не этими пеленками обматывает, а огненные, из огня пеленки, и в рот ему влагает огонь. Он таким и был. Вот такое из преданий иудейского сохранилось. Ты можешь не верить в это, но такое написано. Дошел до самого дорогого для них примера, до Моисея, почему и останавливается на нем пространнее. Строги его мысли таков, верой Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Когда? Придя в возраст, то есть достиг же уже мужества. А очевидно, потому что надеялся взамен того получить нечто большее. Слово же отказался показывает сильную ненависть и внутреннее отвращение к распоряжениям царя. Смотри, как он называет грехом не страдать с братьями. Это и через пророков Бог провелицает. И не болезнуйте бедствия Иосифа. Не болезнуйте бедствия Иосифа, Амос 6. И еще не исходило оплакивать дому ближнего своего общей мысль 5 глава Амоса. И насветающих у пророка Езекииля полагается знамение. А тех, которые не терпели ничего подобного, ангелам дается повелевание избивать. Иезекииль 9, 4, 6. Если же те, кто добровольно не страдает со страждущими, погрешают, то что должно думать о тех, кто причиняет зло другим и вообще совершает зло. И так участие в царской роскоши называют временным греховным наслаждением. Вот опять же вернусь к Моисею. Его они в люльку положили, но какой возраст его был, мы не знаем. А откуда у него это было? Это уже заложено было с молоком матери. Ну и когда парону доложили, он мог бы сказать, да сколько волка не кормил, все в лес смотрит. Вот такой еврей, даже маленький, может быть совсем маленький был, и все-таки у него перебороло. Я ему сколько давал? Высшее образование дал. Он министр военных сил все ему дал, только второй после парона. И он все бросил, как сильно все-таки для ребенка заложить, пока он маленький. А не так-то, няньки отдай, она там воспитает в детском садике. Они там тебя воспитают его. В нем сохраняется все. И поэтому ребенок, даже в утробе матери, слышит голос ее, когда она поет. Пойте матери молитвы. Как говорят, хорошая музыка благотворно влияет. Интересно, включает громко рок-музыку, у коровы молоко совсем никакое. Включает там какое-то баха или что, у коровы молоко повышается и лучшего качества. Намоченные зерна в отдельной комнате. Так, магнитофон поставили, чтобы одно и то же проворачивал. Будь ты проклят, а то другое. Схожесть и 3%. А когда будешь ты благословен, слова на магнитофоне записаны, тоже намоченные зерна. Схожесть 97%. Как это может повлиять-то? Все остальные температуры, все одинаковые. А знал это Златовус? Конечно не знал. Откуда бы ему знать? Опытов не было, лаборатории не было. А он знал, что благословение это хорошо, он точно знал. А сегодня мы цифры знаем. И вот там описывают, Шипулин академик опыты проводил. Когда начиналась чума, в России колокола звонили и звонили. А для чего? Не знаем мы как. Так было принято, что тревога. Еще сегодня сделали. Чашечки маленькие, чашечки Петри называется. И туда с бациллами с этими это и выставили. И когда колокольный звон был, то на сколько? На 2 километра все сворачиваются и погибают. Вот какое дело-то. А знал ли это Златоуст Васильев? Да конечно не знал. Откуда он знал-то? Если бы мы это сказали, то он бы не поверил. Далее. Евреи Модильна 26. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние, толкование, не сказал благо, отложенное на небесах, но показывая добродетель его, и снова их ободряя, сказав поношение Христова. Ибо как последствии Христа поносили те, кто был им облагодетельствован и наконец распяли, так прежде поступили и с Моисеем те, кои пользовались от него благодеяниями. Ибо тот самый еврей, который Моисеем был избавлен от руки египтянина, на другой день сказал ему, кто поставил тебя начальником или судьей над нами, не думаешь ли убить меня, как убил египтянина? Вот представь себе, на твоих глазах сегодня верующий человек проповедовал, ты обратился, а другой отступился, ожесточился, и который обратился, тебя же будет упрекать. Ну и дальше. Вообще без сомнения подвергнутся поношениям или мучениям со стороны своих ближних и благодетельствуемых, это поношение Христова. И всякое поношение за добро, направленное против делающего его, и вообще напрасное нападение, это поношение Христова. Так и Господь подвергался злословию, назывался другом мытарей, за то, что вкушал с ними ради спасения их. Посему, как роскошь греховна, так поношение Христова. Итак, не негодуйте, если терпите притеснение со стороны соплеменников, взирая на столь славного Моисея, и что еще важнее на самого Христа. И ропотно Моисей при скале был поношением Христовым, ибо это скала Христос. 1 Коринфянам 10 4 Ибо Он взирал на воздаяние, очевидно, очами веры. Все. Так, теперь думай, Никита, куда это все делось? И как могло оно деться? Вообще нигде нету. Мы когда-то с на Панаилом работали вот так, внезапно все исчезло. Полтора часа почти утром я диктовал, он писал, и вдруг исчезло. И он уже знает, где искать какие-то там в архивах где-то там и там поискал, и там нигде нету. И тогда, когда вернули, Зана пришлось насчитывать. У меня на работе тоже самую Добунова. Мы там с ним заполняли часа два, потом все исчезло. Ну что это? То ли такое же как-то сбилось, что ли? Может удалил я нечаянно тогда, может вы нечаянно что-то нажали. Ну а что бы я мог нажать нечаянно-то? И как? Я сначала должен был выделить ее? Да, но оно само по себе не исчезает. Это же оно все повинуется человеку, оно просто по себе ничего не должно выкидываться. Что-то начать как-то что-то нажалось, может что-то случилось. Ничего, когда я сижу еще тут не нажимаются. Все, сейчас дальше у нас будет событие дня. Сейчас это я выведу. Знаете, как батюшки нету известий, как он там в больнице? Ну не знаю, никто еще не звонит. Как будто бы еще Виктору Андреевичу позвони и мне сообщи. Виктору Андреевичу. Вот так. Ладно, с Богом. С Богом. Все. Отключаешься, да?